Мы находимся на форуме AMA CRM, здесь обсуждают, как увеличить продажи и сделать свой бизнес успешнее. И у нас в студии генеральный директор диджитал агентства Lofty Lab. Меня зовут Хуршет, я действительно основатель и директор агентства Lofty Lab. И это очень знаково, что нас сегодня сюда пригласили, потому что мы топовые интеграторы, партнеры AMA CRM в Уфе и Республике Башкортостан. И сегодня для нас, скажем так, профессиональный праздник. С чем вы пришли на форум? Сегодня мы пришли сюда для того, чтобы представлять нашу компанию. Мы бесплатно консультируем всех тех, кто пришел сюда, чтобы больше узнать про CRM, про продажи. Помогаем разобраться, делаем аудиты, подсказки какие-то даем. Вот давай разберемся, что такое CRM, потому что до сих пор, наверное, не все знают до конца, что это значит и какие есть нюансы. Ну вот смотри, когда в компании появляется больше, чем один менеджер по продажам, то сразу возникает вопрос контроля менеджеров и в целом вопрос системной работы, когда нужно победить тот хаос, который образуется. Так вот, CRM это такая программа, которая позволяет привести в порядок все эти коммуникации с клиентами, чтобы ваши менеджеры всегда успевали вовремя перезвонить, всегда выполняли свои обещания и в целом у вас собиралась клиентская база. И вся эта история, она приводит к тому, что продажи увеличиваются чаще всего в два, то и в два с половиной раза. Но это такая своеобразная модель, правильно? Да, можно сказать, что это еще и модель работы с клиентами, когда у вас все четко, все по шагам, все системно. Вот из чего эта модель состоит? Вообще работа с CRM это прежде всего работа с воронкой продаж. Воронка продаж это замечательный инструмент, который позволяет разложить весь ваш процесс продаж по шагам и затем четко следовать этому процессу. Ну, смотри, в последнее время многие предприниматели действительно больше внимания стали уделять автоматизации, цифровизации бизнеса, бизнес-процессов. Вот на твой взгляд, почему это важно и прямо необходимо? Дело в том, что реклама дорожает с каждым днем и поэтому и количество клиентов в целом ограничено, оно конечно. Поэтому невозможно бесконечно привлекать клиентов, цена клиента будет возрастать. И очень важно сохранять всех клиентов, которые хоть как-то проявили интерес к вашим услугам, к вашему продукту. CRM как раз таки позволяет по крупицам собрать весь тут ценный кадр, да, кадр в виде клиента. И поэтому просто возрастает эффективность, расходы на рекламу снижаются, увеличивается доход и увеличивается в конечном счете прибыль у компании. Кто у вас занимается CRM в диджитал-агентстве в вашем? Есть такая профессия CRM-интегратор. И у нас как раз таки есть целый отдел интеграции, где работают эти ребята. На самом деле нет готовой профессии и нет вуза, который обучает именно CRM-интеграции. Это новая профессия, это профессия будущего. Она находится на стыке технологий продаж и программирования, и настройки, и системной интеграции. Поэтому я бы сказал, что сейчас это направление, оно очень перспективное, потому что как можно большее количество компаний приходит к CRM, и со временем просто будет не хватать подрядчиков, и даже мы сейчас остро ощущаем повышенный спрос на наши услуги. Поэтому всем тем, кто, возможно, ищет себя, я рекомендую взглянуть на такую профессию, как CRM-интегратор. Слушай, вообще профессия будущего – это интересная тема. Вот, первым, там CRM-менеджер. Какие еще ты видишь профессии будущего в ближайшие 5-10 лет? Новые? Ну, если говорить обо мне и о моей сфере, я, конечно, вижу, как эти новые профессии, они прямо зарождаются на глазах, развиваются и в целом обретают целый рынок труда. И я связываю все эти профессии, прежде всего, с такой большой сферой, как диджитал. То есть это SMM, это контекстная реклама, это интернет-маркетинг, это копирайтинг, это даже просто обычный маркетинг, но как с уклоном в диджитал. Потому что сейчас традиционная реклама, к сожалению или к счастью, она сдает свои позиции, и все рекламодатели, все игроки рынка, как правило, идут в интернет. Поэтому, естественно, возникает большой спрос на таких специалистов, которые разбираются в интернет-рекламе, в продвижении в соцсетях, в продвижении сайтов. И однозначно эти профессии в будущем будут востребованы. И, соответственно, уходят в прошлое профессии, как-то связанные с традиционными рекламными каналами, там, радио, к примеру, телевидение, газеты и так далее. Как владельцу бизнеса понять то, что вот ему прямо необходим СРМ? Дело в том, что бизнес – это всегда, прежде всего, цифры. То есть, если легко можно извлечь эти цифры, то, соответственно, можно управлять бизнесом эффективно, влиять на эти цифры, просто даже замерять их, ставить себе какие-то планы. Так вот, чаще всего предприниматели, они задумываются обо всем, но только не о цифровке продаж. Так вот, СРМ – это инструмент, который позволяет оцифровать продажи, когда вы уже начинаете считать уходящие заявки, считать конверсию, то есть процент перехода из заявки в продажу, считать стоимость привлечения продажи и так далее. Предприниматели приходят к этому чаще всего, когда они сталкиваются с большими рекламными расходами, когда они застопорились на определенном уровне выручки и не могут преодолеть этот уровень. То есть, эта проблема на самом деле острая, и СРМ – это как такая таблетка, которая позволяет излечить эту болезнь, когда, условно говоря, работа ведется вслепую, можно сказать, как посадка самолета по огням в тумане где-то. СРМ – это такая штука, скажем так, как панель в самолете, где мы сразу видим все показатели, видим свой горизонт, там, тангаж и так далее. Так это тоже своеобразная клиентоориентированность, то есть больше внимания уделяется клиенту. Да, совершенно верно. У СРМ на самом деле функций очень много, их перечислять можно долго, и одна из них – это акцент на клиенте. Когда все крутится вокруг клиента, мы собираем информацию о клиенте, причем чаще всего информация собирается автоматически. Мы можем там вспомнить о клиенте спустя там 10 лет даже после его первого обращения. В СРМ это все хранится, даже если меняются менеджеры, меняется отделы продаж, меняется даже директор компании, информация не теряется, это очень важно. У нас в студии был Куршет Нурматов, генеральный директор диджитал-агентства Лофтилаб. Спасибо тебе большое за разговор. Спасибо. 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 Спасибо.